Анна Елизарова «Мужчины и места их обитания» Квест по поиску партнёра Читает Екатерина Попова Вступление Приветствую вас, дорогая читательница! Это книга для девушек, которые, так же, как и я, верят в любовь. Я росла романтичной и верящей в красивые сказки девочкой. Обожала романы Барбары Картланд и серию книг про Анжелику, а сюжет их старый как мир. Девушка встречает принца, графа, короля, и её жизнь сказочно меняется. В итоге героя своей сказки я встретила в самом неожиданном месте и время. В феврале 2018 года я решила завести блог. Я была девушкой в очень активном поиске. Получился этакий дневник свиданий онлайн. Это было забавно. Много приключений, встреч, свиданий, неудач. Кадры, которые попадались мне в Тиндер, заслуживали целых постов. Это был интересный опыт. Наверняка многие читатели моей страницы в Инстаграм помнят те времена. Спустя год активных поисков я встретила будущего мужа. И так в моей жизни появился он. Всё произошло быстро и как по маслу. Совместная жизнь, быт, подготовка к свадьбе и, наконец, свадьба. Без страданий, мучений, слёз и бессонных ночей от переживаний. Страничка продолжала свою жизнь, но она была уже не только о свиданиях. Мне стало интересно не как и где найти того самого мужчину, а как стать той самой. Не как найти любовь, а что происходит, если ты её уже нашла. Ведь прежде чем найти другого, нужно найти себя. У меня пришла идея создать курс для девушек, помогающий перейти из одиночества в отношения. Я его запустила осенью 2020 года. После успешного запуска курса на меня вышло крупнейшее в России издательство АСТ и предложила написать книгу про сайты знакомств и Тиндер. Я думаю, что это первая книга в таком формате. Недавно выходила книга о Тиндер, но она представляет собой больше социологический взгляд на приложение и описывает алгоритмы его работы. Сноска. Дюпорте и Джуди. Любовь по алгоритму. Как Тиндер диктует, с кем нам спать. Моя книга немного о другом. Я в неё включила все темы, связанные с поиском любви. Свидания, сайты, мужчины. Это не просто книга о Тиндер. Это целая масштабная система, состоящая из 30 уроков о том, как найти любовь. В данный момент моя задача и миссия — помогать девушкам обрести личное счастье. Ведь у меня получилось. Получится и у вас. Девчата. Я бесконечно благодарна каждой, кто держит в руках эту книгу и читает её. Я знаю, вы сейчас улыбаетесь. Девчатами, кстати, я так называю своих читательниц. По нежному и доброму. Так нас с мамой и сестрой называет папа, и мне это слово очень нравится. Поэтому я так и называю своих подписчиков — по-доброму и заботливо. А теперь вернёмся в ноябрь 2019 года. Мне было 28 лет, я уже съела пуд соли, обожглась на неудачах и золотала шарама на сердце. Но, несмотря ни на что, верила, что встречу достойного мужчину. И с ним мы создадим свою семью, которую я желала всем сердцем. 10 ноября 2019 года у меня угнали машину. Я прекрасно помню тот день. Просто подошли, сели и уехали. Сделали это вероломно. Воры шли за мной по пятам, глушили мне связь на телефоне, а пока я ничего не подозревала, взламывали машину. К сожалению, так часто бывает в Санкт-Петербурге. Я была растеряна, потеряна, не знала, что делать и куда бежать. Я привыкла решать трудности самостоятельно, не прося помощи. Но похищение машины — ситуация критическая. Как же мне хотелось, чтобы появился супергерой, который бы спас меня от злых сил. Но я понимала, что так бывает только в фильмах, поэтому взяла себя в руки и поехала в полицию писать заявление об угоне. Там я и встретила его, своего героя. И он оказался рядом в нужную минуту. Кто же знал, что такое может произойти, и я встречу своего героя при таких обстоятельствах? Но, сожалению, потери не было. Как говорится, когда теряешь и отпускаешь, приобретаешь новое гораздо большее. Так и случилось. Я встретила будущего мужа. Наше первое свидание было замечательным, и после него мы больше не расставались. Да, несмотря на то, что я пользовалась сайтами знакомств, мужа я встретила в реальной жизни. Но это не случайность и невезение. Это результат моих действий. Я была активна, не сидела на месте, и в итоге всё сложилось так, как я хотела. И я готова поделиться своим опытом, теоретическим и практическим. Удачи вам, девчата. Вначале мы разберём все распространённые и неочевидные ошибки одиноких девушек. И будем искать причину. С этого всё и начинается, девчата. Ведь когда вы приходите к врачу с недомоганием, он не сразу вам прописывает лекарства, а сначала ищет причину и уже исходя из неё назначает лекарства. Сначала нужна диагностика. И только потом — решение. Урок первый. Человеку нужен человек. Я искренне считаю, что человеку нужен человек. И моя книга для тех, кому не нужно одиночество. Она для тех, кому нужны отношения. Не абы какие, а здоровые, красивые и гармоничные отношения. Поэтому прежде всего эта книга для тех, кто хочет войти в отношения, и для тех, кто вошёл в них, но чувствует, что они с теми. Для начала ответьте себе честно на вопрос, в каком вы сейчас в статусе находитесь. Я думаю, один вариант из трёх. Первый. У вас никого нет. Второй. Кто-то есть, но так себе. Третий. Мужчина есть, но отношения не развиваются. Теперь вопрос. Что вы делаете для того, чтобы изменить текущее положение дел? Первое. Ничего жду, когда разрулит всё волшебница судьба. Второе. Активно занимаюсь собой, хожу к психологу, меняю себя внешне и внутренне, хожу на свидания, проживаю свою жизнь по максимуму. Третье. Мне настолько плохо, что не могу ни о чём думать, кроме как о своих печалях. Плохая новость. Волшебница судьба не придёт и не приведёт за собой мужчину. Хорошая новость. Зато можно на неё не уповать, а привлечь мужчину самой. Сто процентов. Отношения — это 95% технологии и действия с вашей стороны. И это круто, потому что всё в наших руках. Если отношений нет, значит, вы просто не владеете технологией. Не совершаете действий или совершаете ошибочные действия. И только когда вы знаете, почему не получается, что делать, как правильно делать и делать, только знать для результата недостаточно, срабатывает та самая волшебная кнопка связи с судьбой. Она вас наконец-то слышит. Вы получаете то, о чём мечтаете. Красивые отношения, внимательного мужчину, колечко на пальчик. Всё, что пожелаете. И начнём именно с вопроса «почему?». Какие причины мешают построить отношения? Кто-то не может в принципе построить никаких отношений. Кто-то останавливается на бесперспективных мужчинах, которые не созданы для семьи. Кто-то строит отношения с мужчинами, которых в принципе нельзя к себе подпускать. Я проанализировала тысячи анкет. Я прошла самостоятельно путь поисков и одиночества, а также десятки курсов, консультаций и психологов, экспертные вебинары. И поняла, что сотни причин сводятся по факту к трём основным. Первая причина — вы не умеете разбираться в типах мужчин. Как следствие, выбираете изначально непригодных для знакомства, свидания, отношений. Это про вас, если… Попадается один неликвид. Женатые, озабоченные, с несерьёзными намерениями. Дело не доходит даже до свиданий, а мужчина уже сливается. Отношения завязываются, но проходят по похожему сценарию. Изменяет, бросает, изводит. Абьюз, манипуляция, унижение, секс без обязательств и так далее. Вторая причина. Вы невидимка в пространстве отношений. Все мы хотим, чтобы нас любили просто так, просто за то, что мы есть, за красивые глаза. Но часто ли мы любим мужчину просто за то, что он есть? Нам же важно, чтобы он обладал определёнными качествами, правда? Отношения — это всегда обмен. Мужчине что-то нужно от вас, что-то важно в вас. Вам что-то нужно от мужчины, что-то важно в мужчине. И вы обмениваетесь, отдаёте и получаете. Когда мужчина находит в вас то, что нужно и важно ему, он вас замечает. Когда вы находите в мужчине то, что нужно и важно вам, вы замечаете его. В том, чтобы пазл сложился и вы друг другу понравились обоюдно, ключевую роль играет то место, которое вы занимаете в пространстве отношений. Пространство отношений — это такое поле, в котором пересекаются мужчины и женщины, которые в поиске. И если у вас проблемы с количеством и качеством вариантов, то это потому что вы невидимка в пространстве отношений. Первое, почему вы невидимка, у вас низкая ценность в пространстве отношений. То есть вы не можете дать мужчине то, чего он хочет видеть в женщине, зато предъявляете требования к тому, что он должен вам дать. Это про вас, если вы не хотите отдавать, хотите только получать. «Я никому ничего не должна, не хочу делать для мужчины это, это и вот это». Выставляете райдер. Мужчина должен, не зная, что сами сможете дать ему ценного. Чувствуете себя рядом с мужчиной скованно, смущенно, не в своей тарелке, не обладаете навыками коммуникации, харизмы и обаяния. В вас явный перекос в мужскую энергию. Я всё сама. Как будто будете ему должны за эти знаки внимания. Вы не любите или ленитесь ухаживать за собой. Мой мужчина полюбит меня такой, какая я есть, и точка. В онлайне вы не запариваетесь над профилем на сайте знакомств. В реальной жизни над тем, как вы выглядите, ведёте, что и как о себе говорите и так далее. Второе, почему вы невидимка, вы вышли из пространства отношений вовсе. Это ошибка про вас, если вы не в браке, а ведёте себя как глубоко замужняя женщина. Храните верность мифическому единорогу, то есть мужчине, с которым у вас отношения только в фантазиях. Вокруг вас вообще нет мужчин, нет вариантов. Вы говорите «мне никто не нужен, мне и одной хорошо». Произошёл болезненный развод, и ассоциация с отношениями ужасная. Игнорируете пространство для знакомств, тот же Тиндер, и ждёте, когда судьба всё сделает за вас. Считаете, что все мужики СВО и МУ. Третья причина. Ваш уровень энергии на дне. Как определить, что энергии нет? Первое и самое очевидное — это слёзы в подушку и ощущение, что всё пропало. Но есть и другие показатели. Это про вас, если вы... Совершаете много действий, но при этом результат минимальный или нулевой. Залипаете на бестолковых мужчин. В личной жизни либо штиль, либо краткосрочные романы без продолжения. Придаете отношениям чрезмерную значимость. Отрицаете отношения как таковые. Лучше быть одной, мне никто не нужен. На сайте знакомств вам очень часто пишут недостойные кандидаты, озабоченные, женатые и так далее. Позиция «хочу либо всё, либо ничего». И чрезмерная избирательность. Ищите только конкретного мужчину и предъявляете высокие требования. Продолжение следует...